Привет, мои хорошие! С вами я, как всегда, Иренька. Не так давно я купила принтер bingo-дубликатор D2. Где-то вот тут появится ссылка на том, как я посмирала. В этом ролике мы поговорим о самом принтере. Вместе с принтером поставляется набор ключей шестигранников, гаечный ключ на 10, ключ для сопла, шпатель, кабель для подключения принтера к компьютеру, карт 3d, SD-карта и пробник филамента. После того, как мы собрали принтер, его нужно настроить. Редактор субтитров А.Семкин теперь надо убедиться, что ни одной из металлических шпилек не клинит. Для этого мы поднимем экструдер по оси z на максимальную высоту и опустим. Если при этом никаких заеданий нету, то все отлично. И на максимальной высоте берем линейку и замираем, что вся ось находится на одном уровне. Если же нет, то возвращаемся к одному из пунктов в инструкции. Мне не повезло и одно из креплений шпилек оказалось хогнутым. Оно было примерно на 70 градусов. Отправится она очень легко. Я просто открутила его, держа в руках и положила в садишу выбранное крепление, поставила обратно. К сожалению, в новой версии прошивки нельзя пройти EEPROM. Если вы хотите что-то поменять, тогда вам нужно скачать с официального сайта прошивку и делать изменения в ней. Я отправила EEPROM на старой версии прошивки. Я вам покажу, какие параметры в EEPROM у меня, а вы уже решаете, что делать вам. А теперь пойдем смотреть фичи этого принтера. Заявлено, что он тихий, у него есть датчик обрыва нити, пауза и продолжение печати после энергосбоя. А теперь будем тестировать продолжение печати после отключения электричества. Сейчас на часах. 7 марта, 3 часа 26 минут ночи. Попрошу воду выключить принтер. У меня принтер висит на розетке. Алиса, выключи все. А когда проснусь, проверим. Алиса, включи принтер. Субтитры сделал DimaTorzok Ух ты! Спустя 12 часов, будучи отключенным, он продолжил печатать. Это круто! Субтитры сделал DimaTorzok Как мы видим, пауза работает отлично. Датчик обрыва филамента тоже справляется с задачей. В начале деталей виден большой шов. Это после сбоя энергопитания. Ближе к концу деталей тоже виден шов. Это я тестировала остальные фичи. Также на деталей видно у поблинг. Но у принтера есть и недостатки. Скорее всего, недостаток, о котором я сейчас расскажу, попался только в моем принтере, потому что это действительно похоже на случайность. В термобарьере была чуть-чуть заруженная трубка и один из пластиков устроил засор. Главное, я сначала не поняла, в чем дело. Одним печатают, другим печатают, третьим печатают, а вот этот белый ЦСО я поменяла термобарьер на другой. При этом я перед этим проверила, что все очень хорошо. Все очень хорошо проходит и ни одна нить не застревает. И сейчас этот пластик у меня печатает без проблем. Но, опять же, повторюсь, скорее всего, это похоже просто на случайность, потому что на десяток термобарьеров придется один-два, в которых трубка действительно чуть заужена. Но, впрочем, вы можете сами это проверить, взять свою коллекцию запасных деталей и попробовать просовывать туда филамент. Смотри, я засовываю нить, она вот тут не проходит. Я пробую снизу вот тут, и она вообще никак не застревает, вообще никак. Второй косяк у этого принтера, это слишком толстая держалка, для которой я не знаю. Да, какие-то катушки подходят, но она должна быть универсальной. Поэтому просто заходим на FINGERMERS, скачиваем оттуда новую держалку для катушек, печатаем и заменяем. Третья проблема этого принтера, это шатающиеся болты у стола. Но устраняются не так, просто накручиваем. Вы ведь не думайте, что эта магнитная подложка будет служить вечно. Если снимать детальки, пока они еще не остыли, то она сильно портится. Собственно, что у меня и произошло. Да, на некоторых детальках испорчен первый слой. Это потому, что они отошли от стола, из-за того, что я не всегда его калибровала как надо, в процессе правок и настроек принтера. По кубикам вы можете увидеть, как менялось качество печати в процессе настройки принтера. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А Минго даже не капризничал, то есть я напечатала эту вазочку с первой попытки, и я печатала только эту вазочку. Я тут ещё делала небольшие температурные эксперименты, поэтому косяки, которые тут, можете видеть, это я задирала температуру. Чтобы она была просто идеальная, надо поставить температуру на самый меню, который поддерживает этот пластик. Также я печатала эти вазочки другими пластиками. На этой вазочке у меня просто завис принтер, поэтому она вот такая вот, обрубленная. А эту вазочку я стопнула сама, потому что видела, что качество печати в общем-то нормально. А, это была такая тестовая штучка. Ну, собственно, эта вазочка тоже была такая тестовая, но, собственно, вот эта вазочка у меня купилась, потому что у меня ещё не было печатанной державки для филамента, а мне очень хотелось посмотреть. Как печатать этот принтер, потому что я его только-только собрала. Я ещё даже не знала, есть ли эта державка с моделинами на один раз. Я предполагала, что с кольцом я могу делать её сама, но прежде чем что-то делать самостоятельно, знаете, на один раз. Может, там уже всё придумано, зачем испытать велосипед, если он уже есть. Там, кстати, ещё есть решение, я рекомендую снять кожу с экструдера и напечатать лоуста закрепления для повода. Я попозже попробую это сделать и запользуюсь в Инстаграме. Я уже говорила, что из-за зависания принтера у меня испортилось несколько моделек. Спустя какое-то время после покупки принтера и отпечатанного какого-то количества моделей, принтер стал странно себе висеть, появились не типичные движения экструдера для простых моделей. Он начал передвигаться в крайние точки стола, затем возвращаться, что-то печатать и вот так вот. Продолжение следует... Как бы изначально такого не было, и в принципе это неэффективно и не должно быть. Ну, сначала я не придала этому значения, ну, может, что-то там слайсер добавил, ну, бывает. А затем он стал зависать в рандомное время печати. То есть он мог зависнуть вот на таком кубике, а он мог зависнуть на такой вазочке. Без разницы. Мог зависнуть в начале, в конце, в середине, в случайный момент времени. Он не отзывался даже на нажатие экрана, то есть... Полный фриз. При этом температура сохранялась, из-за чего я посещала и еще несколько засобов. Меня это, конечно, насторожило. Поэтому я написала ребятам в магазин вопрос, а что с принтером? Они немного подумав, прислали мне ссылку на официальный сайт на новую прошивку. Ну, обычное дело. А такая, ну, окей. Скачала. Инсталю. Я вижу на экране 100%. И затем он пухнет. Все. Черный экран. Продолжение следует. Ничего не происходит. Я думаю, ну, окей, наверное, надо его перезагрузить. Ааа. Ничего, все то же самое. Я пытаюсь подключить его по USB к интерфейсу, и операционная система не опознает, что к ней что-то подключили. И вот я пишу ребятам в магазин, что принтер умер. Я рассказала им, что произошло. Они сказали, что по этому поводу свяжут меня с китайской техподдержкой, чтобы я могла общаться с ними напрямую, а не устраивать с почным телефоном. Это был конец китайского Нового года. Но, несмотря на это, ребята ответили, что не прочитали, и в ближайшие 3-4 дня они выйдут на связь. Соответственно, спустя пару дней они написали, и мы начали искать проблему. Я прислала им фотографию раскрышенного принтера, они убедились, что я туда не лазила, и затем они начали думать, что случилось. Я думаю, они просто воспроизвели эту проблему, обнаружили, что забыли положить ассеты на дисплей, прислали мне ассеты на дисплей, и принтер ходил. Вуаля. Не знаю, поправили они это сейчас или нет, но на всякий случай я оставлю ассеты в описании под этим видео. В целом, мне понравилась работа техподдержки, как нашего российского магазина, так и китайской стороны. Поскольку ребята довольно оперативно ответили, и оперативно решили проблему, и они действительно её решили. Я понимаю, что если я что-то там сама накосячу, вполне они решат и эту проблему. Спасибо, что посмотрели мой ролик. Ставьте лайк, оставляйте комментарий, нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч, мои хорошие! Пока-пока!